Сегодня горький, одновременно радостный день для жителей Токаревки. Под ковш экскаватора пошло первых 15 непригодных к жилью домов. Вместо них будут построены новые. Всего аварийными в поселке имени Габедена Мустафина и станции Нуринской признано уже 148 домов. За происходящим наблюдала Людмила Батюшкина. Кто бы узнал, думал, что сюда-сюда дойдет. Если бы видели, на моторной лодке ездили по нашей улице. Муслим Хасенов в последний раз обходит родной дом, в котором прожил всю жизнь. Лишь в прошлом году, говорит, в дом протянули водопровод. После наводнения семье пенсионеров не разрешали сюда даже заходить. Крыша держится на честном слове и в любой момент может упасть на голову. Всегда жалко быть. Хоть маленькие вещи, и тоже жалко. Это же дом все-таки. Предки жили в наше время. Надеемся на лучшее. А в доме никого не оставишь? Полиция и СОБР просят хозяев удалиться, разгоняют зевак, и бульдозер вгрызается в стену. В этот момент на глазах Муслима и Сауле слезы. Примерно так же чувствуют себя остальные 15 семей, чьи дома сегодня станут руинами. Что, болеть? Конечно. По словам сельчан, некоторые в первый момент отказывались от сноса своих домов, но власти убедили их, что для них это наилучший вариант. Взамен им за лето построят новые дома на том же месте и той же площади. Так же, как произошло в прошлом году в Кокпикты. Всего в Токаревке и на станции Нуринской экспертами признаны неподлежащими восстановлению 148 домов. Однако экспертизы продолжаются. Не исключено, что их станет больше. Координирует снос первый заместитель Акима области. Общую сумму ущерба обещают озвучить через 10 дней. Эксперты уже практически везде прошли, мы там показали. Все сфотографировали, задокументировали, теперь не считают. Биллиард до этого не хватит. А сколько надо? Будет дополнительно. Это будет известно после того, как эксперты дадут свои заключения на снос домов, и на ремонт, и на восстановление техники. Откуда средства? Средства будут так, как внебюджетные, за счет спонсоров из фонда, так и за счет областного и республиканского бюджета. С первых дней паводков областной Акимат закрепил госорганы, учреждения и вузы за наиболее пострадавшими поселками. Они отвечают за ежедневную доставку гуманитарных грузов. Сейчас в Акиматах круглосуточно принимаются обращения от жителей по техническому обследованию домов, возмещению ущерба и поголовья скота, сносу и строительству домов. Многие просят помочь трудоустроиться, выделить социальную помощь, отсрочить выплату кредитов. На сегодня у 180 жителей поселка их 230. По словам зам Акима, банки соглашаются подождать несколько месяцев. Пока люди приходят в себя от шока. Власти обещают, что строительство начнется уже в ближайшие дни. Подрядные организации уже определены. Первые дома обещают сдать в эксплуатацию уже в начале июня. Пока тем, кто не смог разместиться у родственников за счет средств фонда, Акимат снимает жилье. Около 200 человек размещены в Караганде и Тимиртау. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равель Валеев, 5 канал.